Народное волнение в Мегете не утихает. Жители обеспокоены тем, что в случае необходимости медицинская помощь к ним приедет слишком поздно. Дело в том, что в поселке уже несколько месяцев закрыт круглосуточный пункт скорой помощи. Здание, где они располагались раньше, передано в частные руки. Аренда высокая, а другого помещения нет. У нас одна скорая медицинская помощь ангарского городского округа, как я уже сказал, в составе 20 бригад. Это всего лишь выдвижной пост на территорию, который предназначен для обслуживания жителей поселка Мегет, близлежащих километров трассы Р-255, ну и прилегающих поселков Ударник, Стеклянка, Шарон и так далее. Главный врач БСМП получил распоряжение, по которому обязан организовать пункт скорой помощи в Мегете уже к 25 октября. Соответствующий документ поступил из регионального министерства здравоохранения. Как выяснилось, подобное требование Борис Басманов уже получал, вот только не выполнил. Во-первых, это вопрос возник предан. Мы получаем от администра в июле месяц ответ, что вам уже дано поручение обеспечить ковосудочную работу бригады. Что же мешало попросить у администрации написать письмо, которое мы получили 17 октября? Что же помешало раньше с первой городской больницей созвониться? То есть, если мы хотим с вами решать вопрос, мы знаем здравоохранение, мы работаем с населением, мы информируем, как правильно оказывается помощь. И не возникло до сегодня вот этих острых ситуаций. В центре внимания поселок Мегет оказался на прошлой неделе после смерти молодой женщины. Напомним, Ольга Трескина возвращалась из гостей и ей стало плохо. Приезда скорой помощи она не дождалась. По словам Бориса Басманова, он знаком с заключением судебно-медицинской комиссии. Однако озвучивать его ему не позволяет врачебная этика. Главный врач больницы скорой медицинской помощи продолжает настаивать на том, что экипаж медиков приехал быстро, за 19 минут. Однако местные жители утверждают обратное. По их словам, медики прибыли в поселок спустя почти час. Но надо признать какую-то хотя бы свою неорганизованность в плане вот этой работы. И потом, сегодня из города, не одна скорая, но в городе сегодня бывают превышения. Мы с Аватеревкой недовольны, потому что это все подчас больше идут. И нужно выставлять просто подвижное и ближе к квартальской части города, о чем мы всегда говорим. Сегодня жители Мегета ждут депутатов Думы, представителей власти и медиков к себе в гости, где обсудят вопросы с организацией пункта скорой медицинской помощи в поселке и, возможно, поставят точку в решении данной проблемы.